Валентина Матвиенко Изобилия просто выплескиваются всевозможные гранты, премии, награды, дипломы, выставки, экспозиции. Ну, что только нет. По-моему, ни один у нас практический врач в Оренбургской области не обласкан так славой, как Рахматуллин, которого я уже еще раз говорю, считаю, что он ничего не сделал толкового, за что он вообще должен был быть награжден. И я считаю, что в этом здании работает его главный комивайажер, это губернатор Оренбургской области. Почему? Потому что он его везде с собой берет, он его везде на всякие выставки, он всегда берет с собой вот эту вот сермяжную субстанцию, которую Рахматуллин называет биокожей. Вот поэтому я извиняюсь, я вот его иногда и называю Кожевин обувным мастером Рахматуллиным. Меня спрашивают, почему так? А я говорю, он же кожей занимается, а слово обувь у нас в русском языке имеет два значения. Вот поэтому я считаю, что он обувь Рахматуллин всех. Он обувь губернатора Оренбургской области, он обманул президента Российской Федерации, обманул премьера правительства Российской Федерации. Это мое мнение. Я считаю, что он обманул и председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я обратился, еще раз говорю, к председателю Совета Федерации. Что меня радует? Оттуда ответ мне пришел наконец-то, что весь материал, который туда направлен, передан в Генеральную прокуратуру. Я вам отправил, кстати говоря, ответ о том, чтобы разобраться по существу. Вот, потому что здесь, понимаете, я же не зря говорил, что обман во всем. Вот он говорит, что он является резидентом фирмы Сколково. Это во всех источниках написано. Я беру Сколково, звоню, оказывается, никого, никакого резидента Рахматулина, никакой биокожи, и никогда он не был резидентом фирмы Сколково. Подходит к завершению показ интервью с доктором Макшанцевым, в котором разоблачает он изобретение аренбургского ученого Рамиля Рахматулина, биокожа. И завтра, в пятницу, мы покажем заключительную часть, в которой будет говориться о диссертации Рахматулина, которая также ставится под сомнение.